В эфире программа «Союз нерушимый». Всем здравствуйте еще раз. Азиз Агаев. И Владимир Светаев. Здравствуйте. В этой студии у нас в прошлую пятницу был небольшой перерыв. Не выходила наша программа ввиду объективных причин, но это не означает, что мы... Мы собирались силами, мыслями. И уже у нас гости в студии. Ну, суть программы, я думаю, можно напомнить. Мы тут с такой многонациональной компанией обычно здесь, в этой студии, собираемся. Мы обсуждаем проблемы, обычаи, культуру, традиции, представители разных народностей. У нас сегодня такой молодой состав гостей. Да, мы сегодня в гостях. Мы, наверное, студенты у нас сегодня в состях. Студенты. Давайте представим, Елена Азизова, студентка Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, кировских университетов. Северна, и Эльдар Аспера, студент Кировской государственной медицинской академии. Какой курс у меня? Да, 3 курса. Ух ты, уже выпускник. Почти выпускник, да. То есть, остается еще один год. Еще год. Ну, потом, наверное, там всякие интернатуры. Интернатура. Интернатуру сейчас отменили. Безвежеление, осталась ординатура. 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 А потом докторантура. Ну, лет 35 будет крупный специалист. Ну, о студенческой жизни мы, безусловно, о ваших тоже поговорим. Но мы выяснили такую очень интересную особенность, как раз, ваших гостей. Вы, дети, смешивают браков, да? У Ильдара и у Елены папа азербайджанец, мама русская. У Ильдара папа азербайджанец, мама русская. У меня тоже. И папа, и мама азербайджанец. Вот мы, да, мы уже, мы уже поднимали эту тему в нашей студии. Вот, ведь очень интересно, да, вот, в смешанных браков, как особенности воспитания. Давайте продолжим ее раскрывать. Какая тему? Да, я думаю, что, вот смотри, ребята прекрасно говорят на русском языке. Вот, и в связи с чем это? Почему вы прекрасно говорите на русском языке? Вовсе меня на каком языке говорили? У меня на русском. У меня точно так или на русском. А колыбельные мама вам пела? Все на родном, на русском языке. Ну, если мама русская, естественно, русский. Ну, а бывает так, что папа поет колыбельные. А пела про колыбельные? Нет, как-то не доводилось слышать. А, кстати, вот это наиболее распространенный случай, именно когда вот папа, папа, представитель другой национальности, мама русская. Ну, думаю, сейчас, в данное время, в России, да, зачастую, как бы, вот, смешанные браки. Я никогда, честно говоря, ну, вернее, не так глубоко задавался этим вопросом, почему не наоборот, почему азербайджанская девушка выходит за муще на русском плане. Или случаи такие есть вообще? Ну, есть, вот, я придется о своем опыте говорить, когда мы приехали в Перм учиться, пять человек из Азербайджана, у нас была одна девушка, училась-училась, потом вышла замуж за русского, Зухра, ну, я сейчас не помню, как ее фамилия по-русски, как бы, но она вышла замуж за русского, родила двоих детей прекрасных, и живет в Перминах. Это все в Перминах? Да, да, да. Ну, я в Кирове, честно говоря, не знаю, таких примеров, но такие примеры есть. Азербайджанки тоже активно иногда выходят, когда выезжают. Смысл только в том, что мужчины, как более мобильные, они скорее выезжают за пределы Азербайджана, и тогда за пределами Азербайджана шансов больше найти себе пару другой национальности, да, но так выходит, если такой шанс, такое счастье, что предоставляют, почему нет. Итак, дети, смешанный брак, расскажите о своем воспитании, о том, как сочеталась русская Азербайджанская, давай мы с вас начнем. Ну, как-то в детстве... Вы вообще обделились в Вишкальде. Восможная людьми. Да. Большую часть воспитания, наверное, все-таки уделял папа. Ну, мама тоже не отставала. Но как-то в основном все больше вот зависело от папы. Вот, то есть, как папа скажет. Папа кто по профессии? По профессии начальник. Начальник. Профессия начальник. Начальник, да, чего? Начальник чего? Ну, он... Руководитель. Руководитель организации в сельском хозяйстве. Хорошее дело. Мама тоже. То есть, участная битретья, занимающаяся... Или государственной предстоятельностью? Да, государственной предстоятельностью, занимающаяся в сельском хозяйстве. Вот, ну вот, в основном, вот как папа скажет в детстве, то есть так и будет. Это особенность, как раз таки, да, вот, линии воспитания. Это особенность, но она не эксклюзивная, азербайджанская, я бы сказал. Просто там, где женщина и мужчина мудрые, то они делают так, чтобы был один центр, когда ребенок, скорее всего, старался бы, чтобы этот центр никаких решений в отношении него строгих не принимал. Поэтому, как обычно, как только что происходит, мама говорит, вот придет папа... Ну, мы говорим, да, про мудрое женское, в том смысле, что отец для ребенка должен быть вот таким... Да, и я знаю такие русские семьи, где именно так строятся, значит, тоже отношения... Ну, отлично. Так что папа, вот видите... Папа в детстве наказывал? Наказывал, честно наказывал. Прям вот физически? Прям вот скрывать не буду физически. То есть ремень? Ремень, прислуг, прислуг. Все, все, да, все как положено, ремень. А что это были за ситуации, от которой вы попадали? Ну, ситуации в детстве раньше было очень много, за которых пришлось и... прикладывать к ремень, и морально. То есть я думаю, это в каждой семье... Ну, это, в общем, да, в каждой семье... Не зависит, да, от того? Не зависит. Это тоже от социальности не зависит, да. А, кстати, мы вот в прошлой передаче говорили о том, да, о моем в прошлом, о том, что ребенок в семье до 7 лет он делился... Царь. Царь. Божественный. До 14 слуга. До 14 слуга. И после 14 человек. До себя, это тоже ощущается? Ощутил. Ощутил все. Я считаю, вот, по своему опыту, это все зависит. Зависело, в моем случае, от воспитания, именно отцовского воспитания. То есть не сказать, что вот мама вообще, то есть, не занималась. И такого, я считаю, не должно быть, что мама вообще не занимается ребенком в таких вот семьях. Ну, ощутимо. А ты единственный ребенок? Нет, у меня родная дочка есть. Родная сестра. А сестра младше, старше? Младше, она 14 лет. Ну, вот, наверное, там... Существенный такой. Там-то воспитание, наверное, сейчас совсем другое. Там, наверное, папа-то... Совсем другое воспитание. Тут уже как-то вот построже больше мама. Построже больше мама. Ну, пока все-таки в роли принцессы, да, такой... В роли принцессы, да. ...оберегаются, выполняют ее желания. Вы, Елена, тоже как принцесса? К сожалению, нет. Распитывались? Нет, у меня... Нет, я не единственная в семье, у меня родной брат. Разница, год у нас, он на год у меня старше. И тоже получала ремнем наравне со своим братом. Но вы, видимо, совместно участвовали в каких-то шалостях? Совместно, да. Которые получали? Да, совместно дрались, совместно получали ремнем. Как бы, ну, вот так сложилось. Воспитывал у нас дедушка с мамой, с бабушкой. Мама с папой развелись. То есть папа, можно сказать, не участвовал в нашем воспитании. Вот. Соответственно, воспитывал у нас дедушка с точки зрения, ну, с мужской вот стороны. Ну, и вот воспитывалась тоже в идеале, что вот дедушка сейчас придет, вы получите оба. Вот за какие отношения. Дедушка жив, здорово, сахарова. Да, слава Богу, сахарова. Здоровья. А я все-таки, извини, пожалуйста, задам вопрос. Папа-то совсем устранился от вашего воспитания? Можно сказать, да. Это вообще не по-азербайджански. Абсолютно, как бы, вот абстрагировался. Потому что... А как должно происходить? Это твои дети. При любом варианте. Развелся ты, не развелся. Там даже, значит, по шариату, женщины не имеют права, почему выйти замуж, там, в течение, там, года. Для того, чтобы понять, с чей ребенок родился. Ну, после развода, я имею в виду. Чей ребенок родился. Чья это ответственность от ребенка, значит. И отец не имеет ни при каких условиях права на отстранение воспитания своей детей. Если он это сделал, он грешен. Грешен ему молиться, поститься и просить прощения. Ну, тем не менее, как бы, у него есть второй ребенок, там, другого брака. Да, старая семья. Да, но та родня нас принимает абсолютно, как бы, вот, вы дети нашего сына, вы вот, наши родня. Ну, это правильно. Принимают абсолютно. Так дедушка-то со стороны... Мамы. Мамы? Да. А там дедушка, бабушка... Дедушка умер, к сожалению, тоже года три назад. Бабушка жива, слава богу, тоже. Ну, ездите в гости? Пока нет. Брата ни одной не отпускают. Понятно. Давайте на какие-то бытовые особенности, да, будем переходить, когда то начало проявляется, это начало. Что касается кухни, например. Вопрос, что готовить. Мы любим эту тему. Мы очень любим эту тему. Мы очень любим эту тему, да. Что готовить, чем накрывать на стол? Русское составляющее, азербайджанское составляющее. Эльдар, это было вот так, двоятость? Ну, как-то особенно не решали, что конкретно подать в тот или иной ужин обед русскую кухню для азербайджанской кухни. Ну, конечно, это и русская кухня присутствует, и также присутствует азербайджанская кухня. Ну, мама научилась готовить азербайджанские? Мама готовить научилась. Да. А как это происходило? Постепенно, постепенно. Ну, нет, есть вот большие такие талмуды, большие книги, там, секреты русской кухни. Есть, вот здесь, в Азербайджане, такие? Ну, есть секреты русской кухни азербайджанской. В Баку продают секреты любых кухонь, так что, я думаю, что есть, конечно, да? Нет, на, нет, такие книги, безусловно, есть, но именно вот по таким секретам, по книгам не училась никогда. То есть, все методом проб и ошибок. Ну, научилась. А папа готовит? Папа готовит. Папа готовит и готовит очень вкусно. Ну, какой азербайджанский мужчина не умеет готовить, особенно мясо. Когда это вообще происходит? Просто, вот, там, мальчик, там, юноша, просто ходит, смотрит, как это все делается и уже все это... Ну, как-то все, вот, как-то так, что папа, когда что-то делает, Ильдар, наверное, говорит, Ильдар, иди сюда, тут-то с тобой, это самое, да? Да, когда вот и мама, и папа тоже, папа готовит, я, никто меня не звал, я подходил сам, смотрел, сам никогда не учился тоже готовить. Все тоже методом проб и ошибок. А, кстати, при переходе в какую-то взрослую жизнь не устраивает у них я экзамен? На кулинарные знания, умения нет такого? Нет, вот на личном, на собственном опыте такого экзамена у меня не было. А любимое блюдо в азербайджанской, в русской? Любимое блюдо, да, это, я считаю, долма, шурпа, шашлык. Как часто вам удается сейчас приготовить? Как часто вы... Находясь в Кирове? Находясь в Кирове редко, редко готовишь такие блюда национальные, но бывает, бывает, готовим, собираемся, готовим. У вас или аналогичные блюда в азербайджанской кухне тоже, в отчете? Ну, судя по тому, что она заслала долма, но очень любит долму, да? Относительно меня, да. В семье у меня не готовится азербайджанская кухня. Если только я проявлю инициативу, там, приду на кухню, все, уходите все, я буду сейчас готовить. То есть я, да, прихожу, готовлю что-то вот такое, попробую, понравилось, не понравилось, что-то говорят, свое мнение. В целом нравится. А русская кухня как с ней? Ну, я готовят русскую, пухну. А именно это у вас? С русской кухней тоже, тоже все хорошо. Ну, тоже в основном, наверное, мясные. Ну, тут разница-то, вот там, где чего больше, как бы. Если мясо готовят в России, значит, это, ну, там, скорее всего, печеное, вареное, так сказать, мясо. Если это юг, значит, там, в основном, длинное и жареное мясо. Жареное, острое. А там приправы, так, да? Приправы, значит, там, например, там, одно дело, в России просто там какие-то приправы, там, ну, травяные, может быть, какие-то, а может быть, там, с соленым огурцом, там, с хреном, там, еще с чем-то. Все очень вкусно, а в Азербайджане, значит, ну, мясо, извините, это уже со сливой, с изюмом, значит, там, с курагой, значит, это острые приправы при этом могут присутствовать. То есть, это другой вкус, ну, одно и то же, собственно говоря. Там, где чего много, то и... То есть, например, вот такое к плову, значит, такая подача, как, значит, прожаренные сухофрукты, например, да, сверху к плова. В принципе, что у тебя в огороде растет, то есть вы кладете в стол. Что растет, да, 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 то есть те же сушеные помидоры, там, например, или там... Можно использовать все. Да, 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 да. Все, что есть специальные или... Не, ну, много было, а что, не выбрасывать же. Вот, так сказать, высохли помидоры, оставили, там, на зиму, там, или этот же хурма, это же хурма, например, да, тоже, там, сушеная хурма, что это такое? Ну, когда вот много выросло, не съели, значит, ну, значит, ну, как бы... Слушайте, а вот интересный вопрос, да, все мы знаем прекрасно, что сейчас происходит с ценами на продукты, да, вот это как-то сказывается на национальной кухне, вот что-то уже из соображения экономии можно исключить, или что-то не покупать. В азербайджанской кухне, я думаю, нет. То есть, как все использовалось, так и все используется, даже еще в большем количестве. Или звонишь родне, дорогие мои, высылайте мне там что-то, вот что-то, все, посылочка, хоп, и отправила. Вы что, часто такие звонки делаете? Ну, когда надо, давай. Когда надо, да. Тем более автобус ездит чуть ли не два раза в неделю, там. Орехи, там, можно собрать, все, посылочка отправила, или через кого-то, там, через знакомых, можно сделать. Я, кстати, в прошлые выходные были, мы, вот, в Чебоксарах, я пробовался, там, по рынку, и очень заинтересовала меня та часть рынка, где как раз-таки сухофрукты продаются, всякие орехи, безумно интересно, походить, потрогать. Ну, да. Ну, большими специалистами по сухофруктам Туузбекина они являются, и таджики у нас, так сказать. Ну, вот я хочу еще, вот, спросить у Лены. Лена, а вот что ты считаешь, что, вот, в своем воспитании, там, чисто, вот, например, азербайджанское, или чисто русское, там, чисто русским влиянием, или чисто азербайджанским влиянием, если вообще было такое? Ну, воспитание практически одинаковое. В каждой национальности воспитывать детей, в принципе, одинаково. То есть, если ты хочешь воспитать ребенка человеком, то какая разница, в какой семье тебя воспитывают. В русское, там, таджикское, азербайджанское, там, без разницы. То есть, каноны воспитания, они одинаковые. Ну, а в твоем-то характере. В русское больше. Но, хотя, в принципе, говорят, что по воспитанию ты иногда получше будешь воспитана, чем какая-то другая азербайджанская девушка. Ну, это многие замечают. А если все-таки брать черты характера, темперамент, вот азербайджанская, ну, такая традиционная девушка, она какая? Скромная, целеустремленная, активная, агрессивная, я не знаю, можно ли еще много подбирать? Эльдар она, наверное, спросим, да? Эльдар. Взгляд на противоположный повод. Ну, я думаю, азербайджанская девушка должна быть, в первую очередь, воспитанная. Как вы правильно сказали тогда, целеустремленная. Воспитанная. Вот что вкладываешь в слово «воспитанная»? Воспитанная в плане поведения своего в обществе, отношения к себе, к окружающим людям. Я считаю, вот в этом. Ну, то есть, ну, можно же расширять. Да, можно, можно. Расширять там, но... Ну, там, я думаю, что, ну, имеется в виду, эти воспитания, оно все равно, там, отношения к обществе делятся. Вот ты с подругами, вот ты, там, с другими женщинами, или вот ты, значит, со сверстниками-мальчиками, и вот ты, значит, в другой, там, более серьезной мужской, там, обстановке, если, там, вдруг ты оказываешься. То есть, это все можно отделить бесконечно и всякие ситуации, там. Понятно, что Ильдар, наверное, имеет в виду, вот, и ту, и другую поставь. Когда ты с подружками... Ну, с подружками ты тоже должна себя адекватно вести, как бы... Адекватно, но... Смотря, где ты находишься. Одно дело, ты дома сидишь с подружками, чай пьешь, да? Другое дело, ты на улице с подружками, или в театре, или в кино пошла. Ну, конечно. И там можно уже себе позволить, так сказать, в другой стиль поведение. Ну, а более, это же подружки, но это не означает, что там надо, там... На голове стоять, и непонятно, как себя вести. Ну, это же подружки. Поэтому, я думаю, что Ильдар, наверное, на это имел в виду, да? Вот воспитание, там, все такое. А я полностью согласушусь с Леной, которая сейчас говорила, потому что один мудрый человек, кажется, евреем, он сказал, что, ну, извините, но у нас там заповеди-то Господь, они, конечно, одни и те же. Да, да. Да? То есть это... Ну, да, если открыть Библию и Коран, то есть основное это вкладывается одно и то же, основа одна и та же. То есть какие-то вот... Уважение к другим людям... Да, ценности, вот, к семье, что выставить детей, жены к мужу, мужа к жене, вот, они одинаковые. Что в буддизме, что в любой другой религии. Это все одно. Кстати, как девушка по-зербайджански? Гыз. Гыз? Гыз. Гыз? А... Женщина? Молодой человек, парень. Оглан. Ага. Ну и, коль уж мы портрет девушки, мы не сравнивали с Ассо Фридаром. Сейчас Елену хочу спросить. Идеальный парень, азербайджанец. Он какой? Какими чертами? Ну я думаю, что Лена-то уже, наверное, не мыслит такими. Вот судя по тому, что она говорит, она, судя по другим категориям. Лена, все-таки вот идеальный парень, которого бы хотелось встретить там в жизни. Ну, идеальных людей не существует. Это вот первое. Ну, тем не менее. Ну, некий образ, который существует там... Вот сейчас нас слушает. Много интересных парней. Да. Жизненно мудрый. Сопоставима ли молодость с мудростью? Да. Сопоставима? Абсолютно. Мудрость это же какой-то опыт. Есть жизнь, понимаете, есть... Человек может быть в качестве образования умный, но не умный в качестве... Ну, в житейской вот какой-то вот... Поведение. Да, в обычной жизни. У него есть багаж знаний, но он не знает, как эти знания... Как использовать. Да. А есть, может быть, он обычный слесарь, но он настолько жизненно мудрый, в свои даже, может, 25 или 30 лет. Ну, а что ты вкладываешься в слово мудрый? Вот ты, вот ты, когда говоришь, чтобы он был мудрый, и какой-то образ вот... Что значит мудрый для тебя? А то парни-то слушают, имею в виду. Да. Уважение в семье должно быть, во-первых, то есть к отцу, к матери, к сестре, к брату, там... То есть в родне. То есть, в принципе, если я вижу, как он ведет себя с семьей, там, да, вот, как к сестре она относится, соответственно, она будет так к мне относиться. То есть, вот, должно быть уважение, во-первых. То есть, уважение к женскому полу. То есть, это очень важно. Абсолютно. Это одна из галочек, что это принципиально важно, как он к матери своей относится, и как он относится к своим, вот, к сестре, там, бабушке, к дедушке, там, не знаю, вот, то есть... А в отношении с другими? То есть, те, кто уже за пределами семьи? Ну, должно все равно нужно относиться к окружающим. Вот у меня, например, один друг, такой, царство небесное ушедшее, он у меня всегда говорил, это мой научный руководитель, Симчинков Анатолий Федорович, он говорил, «Азиз, досчитай до семьи». Спокойным должен быть. Досчитай до семьи. И только потом... Реагируй к этому. Реагируй. Вот, ты имеешь в виду, когда, вот, там, мудрый, там, сдержанный, еще какой-то, вот, имеешь в виду, вот, такую, так сказать? Ну, да. То есть, женщина, да, она может в какой-то мере вспылить, там, да, вот, выплеск эмоций, он должен быть более сдержанным, потому что, как бы, да, сейчас женщина прокричится, там, да, и все, это пройдет. А если уже мужчина начинает в конфликт вступать, то там уже все, скандалы, пух, перелетят. Старший брат соответствует таким представлением. Старший, да. Соответствует. Кстати, он же женат. Нет. Нет, не женат. Итак, старший брат у Лены мудрый и не женат девушки. Имейте в виду. Имейте в виду, мы можем раздохнуть и подсказать контакты, да. Мой брат соответствует моим каким-то идеалам, да, мужчины. Старший брат. Могу честно сказать. Давайте сейчас прижмемся на небольшую рекламу и продолжение Совета Нерушимого уже после меня. Продолжается наша передача. Напомню, что говорим мы по теме воспитания детей, межнациональных. Да, и взаимоотношения в семье. Безусловно. Да. И вот сейчас вот я хотел бы этот же во второй вопрос повторить Ильдару. Ильдар, вот идеальная девушка. У тебя есть девушка? Девушка есть. Есть. Ну, давай, отписывай нам идеальную девушку. Ну, идеальную девушку, кстати, конечно... Тут, видишь, слушатели, пенси уже упали все, вздохнули тяжело. Ильдар будущий медик, кстати... Да, так у него уже девушка есть, поэтому они и упали все. Александр, еще выбор. А, еще выбор. Ну, куда уже справиться? Общая сфера какая-то? В травматологии. В травматологии. Ну, хорошо. Настоящий мужчина не ломать, а править он будет. Да, да. Ну, вопрос об идеальной девушке такой непростой вопрос, я бы сказал. Тут сложно вот как-то вот в рамке идеальной девушки. Я специально не задаю тебе вопрос, какой она национальности. И не буду задавать этот вопрос. Не надо. Да. Я просто хочу, чтобы ты описал идеальную. Целеустремленная, во-первых. Целеустремленная должна быть. Не только... Ну, девушка должна быть целеустремленная, воспитанная. Воспитана как в кругу семьи, родных, так и в кругу друзей, в обществе, где она общается. Порядочной. Должна быть. Давай с обратной стороны. Вот, несмотря на то, что красивая картинка, да, девушка, но вот... Само слово уже красивая картинка. Да. Ну, сама она вот красивая, но все-таки вот она обладает какими-то качествами, которые вы абсолютно не приемлете и никогда, что называется, не подойдете. Ну, сразу бы не реактивно, что-то... Ну, какой бы девушка красивой ни была, все равно вот... Ту вот черту будешь искать. Что-то в ней, что не так. То есть, одной красоты тут нет. Ну, вот так вот, как-то... Красота она через пять лет уйдет. А останется человек, который с тобой больше? Через пять. Ну, через сколько? Потому что молодость, она не вечная. Не, ну, пять-то тут... Ну, тут как-то... Десять, пятнадцать лет. Не, мало, конечно, пять лет. Я вам просто сказала просто... Двадцать лет начинаются, хотя это еще ничего не значит. Ну, надеюсь, сейчас восемнадцать лет выглядят на двадцать пять. Это да, это точно. Да. И наоборот. Ну, ваша девушка, соответственно, соответствует, да? Все, соответствует, соответствует. Ну, нормам, меркам, требованиям, которые предъявляют. Соответствует. Ну, наверняка это, я имею в виду, говорить не в открытую. Я хочу, чтобы вот такая-то, такая-то, такая-то. Нет, ну, в открытую тут, как бы, в силу воспитания, я не могу себе позволить сказать, это в открытую. Как-то, как-то намеками все-таки, ну, доводишь на человека. А вообще, если поговорить о том, как формировалось-то вот это ощущение и взаимоотношение с противоположным полом, вот, вспоминая детство, как папа? Вообще, папа целенаправленно говорил, вот, что девочка нельзя обижать, надо выслушивать. Девочка должна быть такой-то, такой-то. Нет, как-то целенаправленно я от него вот не слышал такого, что вот с этой девочкой общайся, с этой не общайся. Как-то вот постепенно, постепенно сам к этому пришел. То, что общаться с девочками надо соответственно, конечно. Вот, например, пример общения папы с мамой, мамы с папой, вот это для тебя служили определенным образцом? Служили, служили образцом отношения родителей. Ну, можешь что-нибудь, если можно, назвать, чтобы тебя особенно умилял, умиляла бы в отношениях родителей? Вот, что у тебя прямо вот, ну, прямо так в душе, так хочется, чтобы у тебя так же было? Я думаю, это взаимопонимание, взаимопонимание между отцом и матерью. Я могу тут своим поделиться. Самое яркое, что меня до сих пор умиляет в моих родителях, они могут ссориться, они могут предъявлять претензии, обиды и так далее, но спустя небольшое время они... Ну, мама обычно это инициирует, да я тебя люблю, да ты мой хороший, все, забыли, забыли. Ты же у тебя какая мама? Мудрая, учитесь. У меня пример дедушка с бабушкой семьи. У них так же. 50, сколько мне, 50 лет уже вместе с института, закончили институт, поженились 20 лет. Да, и двух они прорывали. До 80 лет дожили, слава богу, и столько бы еще прожить им, но вот до сих пор вместе слава богу. Вот, делал семьи, как бы вот. Если у мамы, вот, не мамин делал семьи, вот дедушка с бабушкой всегда перед глазами тоже. А у вас, Елена, кстати, по отношению к противоположному полу, как вот это вот формировалось отношение? На примере дедушки с бабушкой. Дедушки с бабушкой? Да, потому что больше-то неоткуда брать. Все-таки, можно я это пронесу, принято подчиняться все-таки мужчине во всем? Ну, наверное, да. Да? То есть, его слово в основном. Ну, да, для меня, наверное, да. Да, как скажут, так и, собственно, там... Ну, я могу, конечно, свое мнение высказать. То есть, а там... Но оно может не быть принято, да, к сведению, не может быть наконечным решением. Думаю, что он должен, как бы, принять, услышать меня, как бы, мое какое-то желание, да, вот мое мнение. А там пусть решают уже сам по факту. Ну, это же, ну, я не знаю, это же один из моделей, как бы, поведения. Это, ну, не факт так. Ну, и у меня тоже смешанные семьи, я по своему опыту говорю, что нет никакого такого подчинения. А во главе стоит целесообразность при принятии решения. Просто не всегда есть моменты, когда женщина должна принимать решение. Не всегда должен мужчина принимать решение. Правильно, целесообразность. В отчаянии есть инструмент целесообразности. То есть, ну, хорошо, я в этот момент подчинусь. Ну, отпущу, как бы, принимай решение, решай там, да? Есть ситуации, когда мужчина вот решил... Отпускает он и все. А есть ситуации, когда ты видишь, и уже все, ты не можешь отпустить, и ты настаиваешь, и говоришь, все, я принял решение, ставишь точку. А в случае, когда итог неположительный, кто несет ответственность, если принял единолично вот такое решение? Ну, вот в правильной семье, ну, мы уже там не семейны, в правильной семье учет возражений всегда происходит. Потому что, если ты не учитываешь возражения, ты, как правило, попадаешь, значит, в отрицательный результат. А когда ты учитываешь, ты понимаешь, что, ага. Вот я говорила, что выслушать мнение и прими решение. Вот. Тогда ответственности несут оба. Ты, как бы, по факту, ты принял это решение, но я, потому что я тебе высказала свое мнение. И ты принял, исходя из моего мнения, принял свое решение. Можно я еще, Ильдара, спрошу, Ильдара, вот ты, вот, с учетом, вот, ты сказал, что, да, вот эта особенность, которая тебя умиляла, или которая тебе радовала всегда взаимопонимание между родителями, а ты сам-то как строишь теперь, вот, ну, есть идеал, к этому идеалу надо двигаться. Ну, не бывает, что сразу, вот сейчас у тебя полное взаимопонимание, потому что все-таки... Нет, конечно, конечно, такого сразу не бывает. Это приходит, как говорится, с опытом, со временем. Да. Ну, к этому, к этому и идти надо. И как ты это делаешь? Это, конечно, такой вопрос. То есть, когда они приходят? Тебе легко удается найти всегда те слова и те методы, значит, с помощью которых ты устанавливаешь? Или, наоборот, мудрость вот этой девушки позволяет иногда просто устанавливать, так сказать, взаимопонимание? Нет, слова и методы, конечно, бывает, приходится найти нелегко. Вот ты их ищешь, и все-таки потом они как-то появляются. Ну, вот так сразу, чтобы вот, как надо, такого нет. Ну, вы согласны с выражением, что если между людьми установлены гармоничные отношения, то есть, если любовь, то слова и методы находятся не так сложно? Лично я не согласен. Я тоже не совсем согласен. Обоснуйте. Все равно сложно найти. Ситуации разные в жизни бывают. Сложно найти какую-то определенную ситуацию. Правильное решение, неправильное слово. Если человек впервые сталкивается, и тем более не настолько мудрен с жизненным опытом, соответственно, нужна помощь, может, старших родителей. Да, гармония гармонии, а вот такие вот моменты... Да, потому что в жизни ты не знаешь, от сумы и тюрьмы не зарекаются, как бы ты не знаешь, что у тебя будет завтра, с какой-то ситуацией жизненной столкнешься. А вообще, как сейчас Ваши отношения с родителями складываются? Ну, у Эльдара родители душкарные, правильно? Да. То есть, дистанция между Вами. Звоните, интересуетесь, как дела, как обычно? Ну, как у любого ребенка, да? Сколько раз в неделю? Да. Спрашиваешь у родителей, как Ваше здоровье? Раза три-четыре. Хорошо. И уже можете дать, видимо, какие-то консультации, да? Судя по социуму, по здоровью. Ну, даже если тут такое расстояние небольшое, бывает, но езжу редко. А делишься своими вот жизненными удачами, удачами? Удачами делюсь. А неудачами, с какими делюсь, с какими нет, ну, все-таки бывает разное в жизни. И удачи, и неудачи. Я считаю, лично я, то, что если уж там неудачи какие-то такие серьезные, то лучше уж оставить их при себе, чтобы было меньше переживаний по стороне родителей все-таки. И как-то их попытаться решить уже самому. Ну, бывает ведь неудача, когда совестно за самого себя, да, что ты это сделал? Единственный раз родителям не надо волноваться. А иногда бывают проблемы, которыми нужно посоветоваться с папой или с мамой порешать, там, да, несмотря на самую, там, угрожающую ситуацию, но спросить все равно надо. Да, Леночка, а ты? У меня нормально складывается, как и всегда. Ну, ты уже и с папой, так сказать, общаешься, соответственно? Нет, папа, к сожалению, погиб давно. То есть с роднём мы общаемся. Да, мы общаемся с роднём очень так, давно-таки хорошо, близко. Ну, с братьями, с двоюродными. Ну, с дедушкой, там, да? Ну, вот с дедушкой, как бы, мы живём вместе, с дедушкой, с бабушкой, с мамой. Ну, то есть ты так делишься возникающими, там, удачами, неудачами, проблемами, спрашиваешь? Удачами, да, я делюсь, как бы, и дедушка очень так, с бабушкой хорошо, ну, как бы, вот, радуется за меня. А неудачами я стараюсь дедушкой с бабушкой не делиться. Я с братом. Я могу к брату прийти, да, я могу высказать всё, потому что я знаю, что он где-то меня посоветует, где-то поддерживает, где-то защитит. Потому что я знаю, что это моя защита. Кстати, Глена сейчас нам в перерыве напомнила о том, по какой специальности она обучается, да? Конфликтология. Да. Конфликтология, в том числе, межнациональная, да? Да, я выпущусь в год, у меня этническая, этноконфликтолог будет, этническая конфликтолог. А для меня это что-то в Афине и в Абразии. То есть, не, а почему, пожалуйста, Демьянова? Ну, да, тут, в чём, да, случилось. Это у нас, это новая специальность, если честно, у нас вот из нашего филиала выпускается, вот, я сейчас на четвертом курсе, еще есть пятикурсники, вот, но я вторая группа, кто выпускается в кернеконфликтолога. Ну, какие-то уникальные специалисты. Что-то новое. Ну, это с особенно... То есть, я так понимаю, что это конфликтология с учётом особенностей. Да. То есть, особенности, они могут быть, то есть, правда, очень часто эти особенности надуманы, как вот Лена только что сказала, потому что и Библия, и Коран, и Тора, заветы одни и те же. Основные заветы ты следуй им, так сказать, этим заветам, и никаких конфликтов не будет. Но люди следуют не заветам, люди следуют своим личным корыстным. Личным интересам, да. И возникают конфликты. Ну, если очень, вот так взять, много конфликтов этнических, ну, дутые, высыпаются, высосаны. Ну, согласен полностью. По большому-то счёту, если начать... Более случаи, когда уже свои знания профессиональные приходилось применять. Ну, практики-то, практику не были в любом случае какие-то? Пока нет. Пока не было. Ну, это странно, я думаю, что миграционной службе надо просто брать этих ребят на практику к себе, чтобы... Ну, вот чисто жизненно ты сталкиваешься с какими-то такими моментами, когда вот даже... Ну, у меня вот был такой, если честно, случай. И вот пришла в кино, я Юнуру тогда звонила, рассказывала. Пришла в смену. Ну, конечно, может, это часть моё не совсем правильное было поведение, как бы, в кинотеатре. Мне женщина сказала, говорит, уезжает туда, откуда ты вернулась. Ну, приехала. Да, откуда ты приехала. В очень таком негативном тоне, как бы, это было сказано. Я просто, ну, как бы... Тебе было обидно. Да, мне стало обидно, как бы. А вы ниоткуда не приехали. Да, я здесь местная, и, может быть, как бы... Я русскую-то культуру знаю побольше, чем, как бы, может быть, ты знаешь. Ну, я уже ничего не стала говорить, а смысл. Смысл был вот конфликтовать. Мы как-то на одном из своих передач, если вы помните, мы приглашали сюда ветеранов и участников войны. И это были... Я знаю много участников войны, которые вот Азербайджанская диаспора проводят ежегодно. Праздники для них на 9 мая. И эти люди были не, значит... Вот когда мы приглашали сюда не русской национальности, но эти люди, которые защищали нашу общую родину. И я очень часто, значит, задаю некоторым таким товарищам вопрос. Ну, вот, мой отец был ранен. Значит, один раз тяжело, два раза легко, значит, был награжден, там, государственными наградами, защищая эту землю, да, нашу общую родину. Так вопрос, он вообще некорректен, эти люди просто некультурные. А уж в отношении Лены или людей, которые, пусть другого цвета глаз, значит, но родились на этой территории, для них это родная земля. О чем тут говорить? Ну да, это некорректность уже велика. Это уже... Невоспитанность. Человеческий фактор тут очень много влияет. Да, да. Ну, поэтому нужно таким людям улыбаться в лицо. Подводится к концу время нашей передачи. Напомню, что это программа «Союз нерушимый». Наши гости, студенты, Эльдар, простите, Аскеров, Елена Азизова. Ну что, я надеюсь, что все-таки через пару недель вы нам поможете, чтобы мы поговорили в этой студии с... Студентами иностранцами? Из далеких стран студентами, да? Обязательно. Да, Эльдар, напомните, в Государственной Академии Кировской откуда ребята начали? Ну, ребят, сейчас на данный момент, ребят очень много. Есть с Суданом, с Египта, ребята. Также есть таджики, узбеки, тагестанцы, аптасы. Ну, дагестанцы такие же граждане России, как и вы. Мы-то сейчас говорим, наверное, больше всего о тех, кто не граждане, да? То есть интересно, потому что представление все-таки у дагестанцев, они все-таки законом России подчиняются, подчинялись и подчиняются, да? А вот эти-то для них-то, наверное, не только наши холода создают стрессовую ситуацию, но порой многие другие факторы. В общем, помогайте нам, да, чтобы у нас состоялась следующая передача. Ну, а данная программа завершается. Еще раз спасибо. Ази Садеев, пройдем с китаем. Спасибо. До свидания. До свидания.